Доброе время суток, друзья! Приветствую вас на канале Боевая Провинция. И сейчас мы опишем с вами бой, который состоится 12 октября. В интеркарде Усик и Спонг. Это Ленин Кастильо и Дмитрий Бивов. Наконец-то Бивов нашел себе соперника. Такое ощущение, как вот Бивов себе нашел соперника, так и Усик себе нашел соперника Спонга. По той причине, что эти бойцы, конечно, ребята, проходные. Но так как бой-то все равно будет и боец наш, и боец топовый Дима Бивов. Поэтому сейчас что-то сопоставим. Может, найдем какую-то интригу. Но навряд ли, наверное. Так, Ленин Кастильо, ребята, 31 год. Повыше Дмитрия Бивова на 5 сантиметров, 188 рост, напротив 183 Бивова. На 20 боев, 15 нокаутов. Два поражения. Одно из поражений это Маркус Браун. Вот именно это поражение, как бы, по мнению многих любителей бокса, превозносит Кастильо. Вроде, ну, Браун, как бы, боец топовый, боец интересный. И поэтому, видите, как бы здесь пытаются найти какую-то интригу к бою с Кастильо и Бивов. Но, ребята, пересмотрел я бой. Хотел последний бой Кастильо посмотреть, в какой он форме. Но не нашел. Бой у него был с Ринальдо Гонзалезом. В интернете почему-то его не было. И поэтому решил по Брауну Маркусу все-таки как-то вывод сделать. Так, ну, что я могу сказать. В бою с Брауном, ребята, Кастильо проиграл это на 100%. Проиграл практически каждый раунд. Единственный вот этот нокдаун, за который можно бы зацепиться и здесь найти какую-то интригу. Но, друзья, этот нокдаун произошел, я посмотрел, в размене. Удар незначительный. И поэтому, поэтому, ребята, не думают, что это является причиной какой-то интриги для Бивова. Почему незначительный, друзья? А потому что Маркус Браун, я сейчас подумал и сделал вывод, то, что все-таки у него, он плохо держит удар. У него беда с держалочкой, друзья. Потому что он и от Каладжича падал, и от Кастильо падал, и от Паскалья упал. Но, почему он встает сразу и продолжает бой. И вот по этому моменту я сделал вывод, что, ребята, слабая держалочка у него. Что-то вестибулярный аппарат там или еще что-то. Беда какая-то. Потому что, если бы он падал от тяжелых ударов, то от тяжелых ударов, ребята, бой не продолжают так вот именно в таком темпе, в ритме. И продолжают забирать раунд, продолжают биться. Ну, как обычно, друзья мои. Если исключить вот эти моменты с допингами, со всякими, конечно. И поэтому, вот от Паскалья, смотрите. Вот он два раза упал, как бы, да, встал, и все равно продолжал бой, и выигрывал каждый раунд, правильно. То же самое с Кастильо упал, Браун встал и продолжал все равно, и выиграл бой каждый раунд. То же самое с Каладжичем, тоже упал, как бы, правильно, тоже встал. И, ну, с Каладжичем, Каладжич, боец посерьезней был на тот момент. До того, как он, ну, болел сильно, там, вот эти вещи, до того, как он вышел с Бетербеевым. Был более интересный, конечно, боец. Но это все в прошлом, ребята. Сейчас Кастильо. Посмотрев я этот бой, друзья, увидел то, что Кастильо, не увидел, а вспомнил то, что Кастильо работает первым, вторым номером. Второе, работает только на контратаках. Третье, боец очень скучный. Четвертое, даже не спойлер. Спойлер, это тот, кто, ну, как-то бите. Бывает, сам не работает и другим не дает. Что-то сделает, какой-то плюсик себе в свой актив положит и может не давать работать дальше. То это даже не спойлер, ребята. Просто стоячий и может, когда боксировать, допустим, пропустить удар. И не заклинчевать может. Может не понять, в чем дело. Ну, такого плана, то, что, как бы, ну, такой середнячок, вот знаете, даже не назвал бы я его, ну, хорошим середняком. Вот так вот скажем. Почему он с Маркусом, как бы, провел 12 раундов? Потому что он, друзья мои, посчитал, я за раунд человек выбрасывает 10 ударов, 15 ударов. Представляете, функционалки вообще ноль, значит, получается. Но Браун, он, Браун, он сам не агрессор. И он любит работать на контратаках. И вот поэтому они встали, один стоит и другой стоит. И Брауну, и Брауну, как бы, приходилось начинать работать, видите. А Кассилю, нет, так и стоял. И в 12 раунде не пытался. Как побаивался, что-то выцеливает там. Ну, короче, ничего хорошего в этом бойце нет, ребята. Для чего он нужен Биллу, я не пойму. Потому что есть бойцы, вот и Баду Джек есть, тот же, и кто там еще, и Карлос Рамирес есть, и, ну, тот же Маркус Браун был бы намного интереснее, друзья мои. Пусть даже у него с держалочкой, как бы, проблема, но само качество бокса, оно бы дало нам интересное зрелище с Биволом. Понимаете, в чем дело? Ну, а ребята, так как Дима Бивол у нас, по моему мнению, не то, что на спад идет, некоторые могут перепутать мое мышление, а как бы двигается в направлении не лучший для Димы, потому что в бою, допустим, с агрессивными бойцами, с ударными бойцами, как Карлос, как Рамирес, как Хосе Рамирес, что ли его звать. Могут быть проблемы, ребята, но с таким бойцом, как Ленин Каладжич, я думаю, проблем у него не будет. Дистанционная работа, ребята, нефункциональная работа от Кастилио. Конечно, сдать какой-то лаки-панч от Кастилио, допустим, по Биволу, я думаю, не стоит, так как у Бивола и класс выше, и уровень бокса выше, и функционалка лучше, и понимание дистанционного бокса лучше. Поэтому, ребята, победа здесь Бивола, конечно, решением судей, это однозначно должна быть. Но, если будет решением судей, знаете, вывод почему? Потому что, как бы, благодаря Мышьяну Биволу начал работать больше дистанционно, много двигается лишнего на ногах, и так как много двигается лишнего на ногах, он при выбросе, при нанесении ударов, силы удара тратится, что мы видим в последних боях, как бы, Дима не нокаутирует своих оппонентов. Поэтому здесь, конечно, наверное, решением судей. Но, если Дима что-то поменяет, если он, как бы, поймет, что Кастилио, боец, не опасный, и его можно не только переиграть, но и перебить, то Дима, безусловно, может даже и удосрочить его, если поднимет темп боя, потому что Кастилио не думает, что справится с темпом. Если Кастилио в раунд выбрасывает по 10-15 ударов, ребят, если сейчас Дима будет по 100 хотя бы выбрасывать, правильно, то Кастилио с этим темпом, конечно, не справится, и устанет, вымотается, и шанс Бивола закончить, наконец-то, хоть этот бой, ребята, досрочно. Вот такой, ребята, вывод. Ну, и мое какое пожелание Биволу. Конечно, нужно прекращать уже драться с этими Кастилио. Уже нужно пример брать с и вот Бетельбиев, и Гвоздики, они уже начинают, видите, как-то договариваются, как-то объединяются, правильно. Сейчас они два пояса объединят, там Хусе Карлос Рамирос, видите, на подходе, как бы, правильно. Поэтому в этом году, не знаю, наверное, уже не получится, потому что если Бивол сейчас с этим подерется с Кастилио, то до конца года, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, три месяца, будет отдыхать, правильно. И объединение поясов, наверное, уже будет, ребята, в следующем году, по идее. Хотя, если будет брать пример с Ковалева, то будет драться раз в два месяца, то будет, конечно, ребята, более все быстрее и более все интереснее. Ну все, удачи, ребята, подписывайтесь на Боевую провинцию. Как ваше мнение, какой, ребята, Кастилио достойный боец, или все-таки нужно было бы уже кого-то пожестче, получше, поинтереснее выбрать. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok